МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У спортсменов есть задача – отобраться в команду национальную. На этих соревнованиях сильнейшие спортсмены примут участие в первенстве России и международных соревнованиях. Те ребята, которые сегодня, и девчата, которые выступают, они готовятся уже к Кубку мира мастеров по лыжным гонкам и будут участвовать в Австрии. Где-то сибиряки будут представлены, наш сибирский федеральный округ где-то представлен порядка 40 человек, 41-42. Сейчас решается вопрос как раз по составу сборной команды России на поездку на Кубок мира мастеров в Австрии. Это у нас является очередным, будем говорить, этапом подготовки к зиме. И довольно-таки интересно сегодня будет. Для того, чтобы не потерять форму в теплое время года, многие лыжники, как профессионалы, так и любители, активно пользуются роликовыми лыжами. За счет наличия колес вместо скользкой лыжной трассы спортсмены прекрасно скользят и по асфальту, как бы парадоксально это ни звучало. Изначально лыжероллеры применялись именно профессиональными спортсменами для тренировок, но постепенно приобрели популярность. Удовольствие, конечно, колоссальное. Очень тяжело, потому что подготовка, наверное, с КВТ работаем тяжеловато. То есть на соревнованиях, собственно говоря, это как тренировка хорошая получается. Удовольствие, конечно, большое, потому что и люди приехали, хоть на людей посмотрели, встречаемся только на соревнованиях, там раза два в год, зимой, летом. То есть очень позитивно все это, что друзей подбадривали очень хорошо. То есть вроде бы сил нет, все стараешься, потому что... Ну и результат-то, в общем-то, тоже, наверное, будет неплохой. Для себя я имею в виду, что не хуже, чем обычно, поэтому я довольна. В общем, все, что хотела. Была цель доехать без травматизма, и, ну, чтобы результат был не очень плохой, чтобы не стыдно было. Ну, вроде как, нормально, пойдет. В первый соревновательный день участники продемонстрировали мастерство классическим стилем. Во второй – свободным ходом. Команда Омской области – представители клуба «Мич». Спортсмены серьезные. Чемпионский титул данных соревнований удерживают уже в течение шести лет. Если наша команда скомплектована полностью по группам, то, в принципе, осуществимая командная. Ну, а лично, как придется, бороться надо. Победители и призеры соревнований получили по заслугам. Их наградили кубками, медалями и дипломами. Но и остальные не расстроились. Заряд эмоций, что получили здесь, сгладили легкое разочарование спортсменов, не взошедших сегодня на пьедестал. Редактор субтитров А.Семкин